В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях в воскресенье. 84 боя с начала суток произошло на передовой. Больше всего российских штурмов на Кураховском и Покровском направлениях. ВСУ успешно отражают все атаки оккупантов. Техника армии РФ уже на исходе. У них в принципе уже железо заканчивается. При такой интенсивности боев, похоже, что даже не через год, как я еще недавно прогнозировал, а возможно даже через полгода у них железо окончится полностью. Отступление от демократии. Так наблюдатели от Европарламента прокомментировали итоги выборов в парламент Грузии. Местная оппозиция не признает результаты. Объявленные результаты не отражают волю грузинского народа. Больше помощи Киеву. Финляндия призвала европейские страны активнее инвестировать в оборону Украины для сдерживания угрозы со стороны России. Все цели атаки Израиля по военным объектам Ирана достигнуты. Премьер-министр Бенемин Натаньяху заявил, что авиаудары были точными и успешными. Мы серьезно подорвали обороноспособность Ирана и способность производить нацеленные на нас ракеты. Российские оккупанты утром и днем неоднократно обстреливали Херсонскую область. Преимущественно атаковали ударными дронами, сообщает прокуратура. В областном центре три человека погибли, двое ранены. И еще семеро раненых в других населенных пунктах области. Повреждены частные и многоэтажные дома, медучреждения, укрытия, гаражи и автомобили. В городе Селидово Донецкой области российские оккупанты расстреляли местных жителей. В офисе генпрокурора Украины уже начали расследование, сообщает пресс-служба ведомства. Информация об убийствах оккупантами мирных жителей в городе Селидово опубликована в нескольких телеграм-каналах. На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск стороны агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданские автомобили в населенном пункте. Во время атаки в салоне находились два гражданина, один из них был ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ. И оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела. Предварительно это произошло 24 октября. Кроме того, по данным медиа, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе частного сектора, практически не пострадавшего от активных боевых действий, находятся тела погибших гражданских. То есть эти убийства совершались предварительно уже после взятия под контроль этих территорий противника. Сейчас проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств, событий и идентификации жертв оккупантов. И сообщение при службе Офиса Генерального прокурора в Телеграм. Вероятный расстрел двух женщин оккупантами в Селидово – это военное преступление. Об этом заявил полномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. Он подчеркнул, что по этому поводу уже направил письма международным организациям в ООН и в Международный комитет Красного Креста. Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что россияне, вероятно, убили мирных жителей в городе Селидово. Если будут доказаны факты этого преступления, это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны. Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И виновных нужно привлечь к ответственности. Только за эту неделю Россия применила против украинцев более 1100 управляемых авиационных бомб, свыше 560 ударных дронов и около 20 ракет разных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против нашего населения, наших городов и сел, удары разными типами оружия. Я благодарю наших людей, которые каждый день и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов, которые оказывают помощь и всегда стоят на защите жизни. Мы усиленно работаем с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор россиян был невозможен. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Швеция объявила о новом пакете гуманитарной помощи Украине накануне зимы в размере более 10 миллионов долларов. Денежные средства будут направлены на обеспечение доступа к теплу и электроэнергии, распределению продуктов, средств гигиены, лекарств и воды. Кроме того, помощь также пройдет на разминирование украинских территорий. У российских захватчиков заканчивается военная техника. Об этом и о ситуации на передовой смотрите в сводке генерального штаба ВСУ. С начала суток на передовой произошло уже 84 боя. Больше всего российских штурмов на Кураховском и Покровском направлениях отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины. В первую очередь нужно отметить то, что в лоб взять по Покровске и наступать в статистическом формате на Покровском направлении долгие месяца не удается. Это наша заслуга вооруженных сил. Мы проводим и нестандартные атаки по глубоким тылам ворога, по некоторым резервам. Ну и, конечно, создали очень мощный укрепрайон возле Покровска. Поэтому враг пытается найти новые точки и будет пытаться двигаться на Краматорск, на Константиновку, на Славянск, чтобы захватить территорию Донецкой области. Но сейчас этот вариант не удается. Мы держим позицию Селедова и, как сказал вчера буквально, главкомандующий Сырский. Мы стабилизировали ситуацию. На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили российские штормы в районе Макеевки Луганской области. Противник пытался наступать и в районе Тернов и Серебрянки Донецкой области, а также Кругляковки, Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Лозовой и Волчанско-Харьковской области. На Купинском участке Харьковского фронта украинские защитники пресекли очередную попытку оккупантов штурмовать бронированной колонной. В процессе уничтожили и подбили три танка и пять российских БМП. Очередную колонну техники захватчиков ВСУ разбили и на Времевском направлении. Там россияне потеряли 20 единиц брони. А воины сотой бригады уничтожили очередные пушки россиян. Это две самоходные установки большой мощности «Пион». Примечательно, что произошло это в глубоком тылу врага, в 25 километрах от линии фронта, возле оккупированного российскими войсками украинского города Горловка. Техника уничтожена снайперскими сбросами из дрона-бомбера. Из сообщения пресс-службы сотой отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в Телеграм. Также украинские защитники затрофеяли очередной российский танк. Это экспортная версия Т-90, говорят военные эксперты. Это первый трофейный танк именно такой модификации. Данные танки в свое время поставлялись Индии, как экспортная версия Т-90. Но ряд этих танков, они не проходили проверку на качество продукции. Но эти танки не отправлялись на ремонт, например, на исправление каких-то дефектов. Они отправлялись на склад, на арсеналы хранения. То есть они консервировались. И именно после 2022 года они начали активно расконсервироваться и применяться в боевых действиях. Их не очень много на самом деле. Всего известно где-то о 10-15 танках уничтоженных и поврежденных. Но вот именно трофейный – это первый такой вот образец. Техника у российских захватчиков уже на исходе, говорят военные эксперты. У них в принципе уже железо заканчивается. Это очень важная для нас информация, которая позволяет кое-что, скажем, спланировать и понимать вообще, чего от них ожидать. То есть при такой интенсивности боев, похоже, что даже не через год, как я еще недавно, скажем, прогнозировал, а возможно даже через полгода у них железо окончится полностью. Во временно оккупированном Крыму партизаны зафиксировали последние российские военные суда в Стрелецкой бухте Севастополя. Агенты АТЭШ на протяжении недели проводили разведку стоянок военных кораблей в Севастополе. Было сделано десятки фото и проанализировано, какие силы сейчас есть в Черноморском флоте Российской Федерации, в Севастополе и в Крыму в целом. В Стрелецкой бухте агенты зафиксировали три боевых катера, буксир и спасательный корабль «Шахтер». Все суда активно используют оккупанты в военных целях. Однако это лишь бледная тень того флота, который базировался здесь до начала активных и результативных ударов сил обороны Украины, и в которых не последнюю роль сыграли агенты нашего движения. Собранная информация будет использована для уничтожения остатков оккупационного флота. Из сообщения партизанского движения АТЭШ в Телеграм. Общие потери армии стороны агрессора с начала полномасштабного вторжения уже превысили 689 тысяч человек. За сутки было ликвидировано 1440 российских солдат. Уничтожены 4 танка, 23 бронемашины, 39 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники россиян. Президент Грузии Соломе Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов. Она назвала их российской спецоперацией и гибридной войной. И они были тотально сфальсифицированы с использованием новых технологий. Зурабишвили назвала выборы нелегитимными и призвала жителей страны выходить на акции протеста. Хочу сказать от имени единственного независимого института, оставшегося в этом государстве. И я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии и России. Я не для этого приехала в эту страну. Не для этого жили наши предки. И мы не смиримся с этим. Все четыре грузинские оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов. Заявляют, что схема фальсификации расшифрована. Выборы не отражают волю народа. Также оппозиционеры хотят провести переговоры о формировании коалиционного правительства. Тем временем премьер-министр Грузии уже заявил, что правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты. Вчерашние выборы были украдены пророссийским олигархом Базиной Иванишвили. Наша партия – единство национальное движение. Мы не собираемся признавать эти украденные результаты выборов. Объявленные результаты не отражают волю грузинского народа. Эти цифры, полученные в результате выборов, проведенных на фоне повсеместного запугивания, мошенничества и взяточничества, противоречат историческому и нынешнему выбору грузинского народа. Председатель Европейской сети организации по наблюдению за выборами Златко Вуйвович заявил, парламентские выборы 2024 года в Грузии прошли в поляризованной и ограничительной обстановке, что подрывает инклюзивность, прозрачность и справедливость волеизъявления. Он отметил серьезные нарушения, включая запугивание избирателей, кампании по дискредитации наблюдателей и широко распространенное злоупотребление административными ресурсами. Ограниченное применение регуляции о предвыборной кампании ограничивало конкуренцию, оказывало значительное давление на гражданское общество и средства массовой информации и сдерживало возможности для критики правительства. Кумулятивное влияние этих проблем нанесло значительный урон демократической целостности избирательного процесса. Златко Вуйвович, председатель Европейской сети организации по наблюдению за выборами. О хаосе и путанице на некоторых участках, а также о вбросах бюллетеней, нарушении тайны голосования говорили и наблюдатели от Европарламента. Они также отметили давление и запугивание сотрудников государственного сектора и других групп избирателей. И подчеркнули, что эти нарушения омрачили выборы в Грузии и свидетельствуют об отступлении от демократии. Мы поддерживаем постоянную приверженность грузинского народа демократии, суверенитету и свободе страны. Мы продолжаем выражать глубокую беспокойность по поводу отступления демократии в Грузии. Проведение вчерашних выборов, к сожалению, является тому подтверждением. После подсчета почти всех голосов на избирательных участках Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 54% голосов. Четыре оппозиционные партии в сумме набрали почти 38%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии. Оппозиция и ряд политологов называют грузинскую мечту пророссийской, а ее основателя, миллиардера Бадзину Иванишвили, подозревают в масштабной коррупции и тесных деловых связях с Россией. В литовском МИДе раскритиковали решение генсека ООН Антонио Гутерриша приехать в Казань на саммит БРИКС. Глава ведомства Габриэлис Лансбергис говорит, что Гутерриш должен признать свою ошибку и взять на себя ответственность за игнорирование мирного саммита в Швейцарии и визит на территорию страны-агрессора. Ранее премьер-министр Литвы назвал решение Гутерриша плачевным и непонятным. Как в мире отреагировали на приезд генсека ООН на саммит БРИКС, смотрите в нашем материале. Саммит БРИКС в Казани, который закончился 24 октября, стал самым масштабным международным событием на территории страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Целью Кремля прежде всего было показать, что Российская Федерация не находится в изоляции и Путин остается рукопожатным, несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. На саммит приехали лидеры государств глобального юга, союзники Москвы и Пекина. На огромную помощь в создании нужной Кремлю картинки своим приездом оказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который провел личные встречи с Путиным и с Лукашенко. В организации назвали это обычной практикой. Генеральный секретарь участвует в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, поскольку это является стандартной практикой для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20. Что касается встречи с Путиным, то генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН. Фархан Хак, заместитель спикера генерального секретаря ООН в комментарии СМИ. В украинском МИДе заявили, что такая аргументация не работает, поскольку Гутерреш не приехал на мирный саммит в Швейцарии, где было представлено значительно больше стран. Представитель Украины в ООН Сергей Кислица говорит, что для приглашения Гутерреша Кремль использовал лазейку в правилах организации. Согласно руководящим указаниям, генеральный секретарь и его заместители могут время от времени вступать в прямой контакт с таким лицом только с целью решения фундаментальных вопросов, влияющих на способность ООН и ее различных подразделений, программы фондов осуществлять свой мандат в соответствующей стране, в том числе пожизненно важным вопросам безопасности. Как видим, именно так повел себя Путин, когда направил приглашение генеральному секретарю ООН совершить визит в Россию для участия в саммите БРИКС. Сергей Кислица, представитель Украины в ООН, в комментарии агентству Украинформ. Именно зависимостью от России аналитики объясняют такое решение Гутерреша. По их словам, подобные действия будут лишь подрывать авторитет ООН в мире и из-за своей заангажированности все меньше стран будут использовать ее как международную площадку. Кроме того, эксперты указывают на то, что действия Гутерреша подрывают архитектуру мировой безопасности. При этом этим диктаторским режимом он просто нужен для того, чтобы показать, мол, смотрите, весь мир за нас, он за нас и тому подобное. И здесь опять-таки возникает вопрос, а кто уполномачивает Гутерреша делать все то, что он делает? Если его никто не уполномачивает, на основании чего он таким образом выступает? То есть вот, ну, на самом деле, я думаю, что по отношению к нему должны быть предприняты очень и очень серьезные меры. Потому что он на самом деле подрывает безопасность в мире. В Министерстве иностранных дел Литвы утверждают, что Генсек ООН должен признать, что его решение приехать в Россию было неправильным. В свою очередь, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала плачевным и непонятным поведение Генсека ООН. Министр иностранных дел Финляндии Лина Балтоне призвала европейские страны больше инвестировать в оборону для сдерживания угрозы со стороны России. Она подчеркнула, что сейчас главные мишени России в рамках ее гибридной войны против Запада это Германия и Франция. Глава внешнеполитического ведомства отметила, там Кремль делает главный акцент на распространении дезинформации для снижения уровня поддержки Украины. Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, то могу сказать одно. Это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины. Поэтому в будущем странам ЕС придется тратить на оборону больше, чем установлено НАТО. Элина Валтонин, министр иностранных дел Финляндии. Украина и Индия будут сотрудничать в оборонной сфере. Об этом договорились на рабочей встрече представители двух стран. Индийская сторона пообещала поддержку в определении конкретных предложений по расширению взаимодействий в сфере оборонной промышленности. В свою очередь, глава Минстротекпрома Герман Сметанин подчеркнул, что Индия является стратегическим партнером для Украины. Наемников из КНДР россияне везут на фронт на грузовиках с гражданскими номерами. Это выяснило Главное управление разведки Минобороны Украины. В полученном ГУР очередном радиоперехвате говорится, что российские полицейские задержали на трассе КАМАЗ, загруженный северокорейскими военными. Соответствующих документов у водителя не было. И теперь, как говорится в перехваченном разговоре, штабисты пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик. Китай недоволен углублением связи режима Северной Кореи с Москвой, сообщает издание Financial Times. Пекин считает, что партнерство России и КНДР грозит дестабилизацией хрупкого баланса сил на корейском полуострове. Что еще беспокоит Китай в сотрудничестве Северной Кореи и России, смотрите в нашем материале. Направление войск армии КНДР на войну России против Украины стало неприятной новостью для Пекина, пишет The New York Times. Хотя еще 24 октября представитель МИД Китая заявил, что ему неизвестно о присутствии северокорейских войск в России. Во время торжеств, посвященных 75-й годовщине со дня основания коммунистического Китая, китайский лидер Си Цзипинь опустил традиционную ссылку на Северную Корею как на дружественную соседнюю страну. Виной всему именно усиление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Новость об Украине также появилась на фоне того, что китайские эксперты выражают обеспокоенность о ростом агрессии Северной Кореи против Южной Кореи. Частично это беспокойство заключается в том, что теперь Пхеньян может использовать потребность Москвы в союзниках, чтобы направить Кремль против Пекина, уменьшая и без того ограниченные рычаги влияния Китая на Северную Корею. Из публикации издания Foreign Policy. Пекин хочет любой ценой избежать повторения первых лет холодной войны, когда Советский Союз, Северная Корея и Китай образовали северный треугольник, который противостоял южному треугольнику из Южной Кореи, Японии и США, считают китайские следователи. Ситуация, в которой сейчас оказался Китай, действительно сложная. Это настоящая дилемма. С одной стороны, мы не хотим видеть возвращение холодной войны в Восточную Азию. С другой стороны, США пытаются укрепить солидарность с Южной Кореей и Японией. Чжу Фэнг, ректор школы международных исследований Нанкинского университета. В комментарии Financial Times. Между тем, появляется всё больше сообщений подтверждения о подправке северокорейских войск в Россию. В Центре противодействия дезинформации при СНБУ Украины сообщили, что передвижение до 12 тысяч военных из КНДР во Владивосток зафиксировал спутник. Там их, используя российскую форму и поддельные документы, маскируют под представителей этнических мужчин из Сибири. Отправка войск Северной Кореи в Россию является прямым нарушением резолюции Совета безопасности ООН и Устава ООН. И является провокацией, которая выходит за рамки корейского полуострова и Европы и угрожает глобальной безопасности. А Китай, по мнению экспертов, может быть озабочен тем, что Россия в обмен на живую силу помогает Северной Корее улучшить ее ядерный потенциал. Это усиливает нестабильность на корейском полуострове. Также, считают эксперты, более тесные связи между Москвой и Пиньяном могут подтолкнуть США, Японию и Южную Корею к укреплению своего военного альянса в Восточной Азии, который Пекин уже рассматривает как направленное на сдерживание его растущей мощи. Генеральный секретарь НАТО Марк Рюте 28 октября выступит с заявлением о размещении северокорейских войск в России. Как сообщили в пресс-службе альянса, такое заявление Рюте сделает после встречи с представителями стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Все цели удара Израиля по военным объектам Ирана достигнуты. Об этом заявил премьер-министр Бенемин Нетаньяху. И отметил, что авиаудары по Ирану были точными и успешными. Напомню, Израиль нанес удары в ответ на иранскую атаку, совершенную 1 октября, когда Тегеран выпустил около 200 ракет. Большинство из них перехвачено израильскими силами ПВО. Мы серьезно подорвали обороноспособность Ирана и способность производить нацеленные на нас ракеты. Это произошло после того, как в течение последних нескольких месяцев мы действовали систематически, в соответствии с планом по отсечению щупалиц иранского осьминога, Хизбаллы и Хамас. А вчера мы нанесли удар по голове осьминога, иранскому режиму. Атака в Иране была точной и мощной и достигла всех своих целей. В ходе израильского авиаудара по Ирану поражена российская установка С-300. Об этом заявили в проекте Минтел Борлд, который опубликовал спутниковые снимки последствий ударов. Всего поражено по меньшей мере 20 различных военных объектов в Иране. Детальнее об операции Цахал против Ирана расскажет Никита Скобликов. Израиль совершил ответный авиаудар по Ирану. Тель-Авив поразил по меньшей мере 20 иранских военных объектов. По данным Цахал, речь идет о батареях ПВО и объектах по производству баллистических ракет, которые использовались в атаках на Израиль и 1 октября, и 14 апреля. В операции задействовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики. После операции все воздушные суда вернулись невредимыми. Официальный представитель Цахал предостерег Иран от ответных действий. Я могу подтвердить, что мы приняли ответные меры на нападение Ирана на Израиль. Мы нанесли целенаправленные и точные удары по военным объектам в Иране, предотвратив непосредственную угрозу государству Израиль. Цахал выполнил свою миссию. Если режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации, мы будем обязаны ответить. В Тегеране заявляют, что ущерб от авиаударов был ограниченным, и сама атака была якобы неудачной. Иранская сторона также отрицает заявление Тель-Авива, что в атаке участвовали более ста истребителей, и заявляет, что израильские лидеры в это время находились в бункерах, якобы опасаясь потенциального иранского ответа. На данный момент иранцы преуменьшают масштабы ущерба и говорят о своей системе противовоздушной обороны, утверждая, что она успешно сдерживала и предотвращала атаку. Но еще предстоит выяснить, как власти Ирана относятся к масштабам нанесенного ущерба, и чувствуют ли они необходимость срочно ответить еще одним залповым ракетным ударом по Израилю. Подозреваю, что иранские власти воздержатся от этого, так как идти по пути эскалации не в их интересах. Мировое сообщество призывает Иран не отвечать на авиаудары Цахау по иранским военным объектам. В частности, премьер Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Израиль имеет право на самооборону и Тегеран не должен принимать ответных мер. Я четко осознаю, что Израиль имеет право защищаться от иранской агрессии, а также ясно понимаю, что нам необходимо избегать дальнейшей региональной эскалации и призываю все стороны проявлять сдержанность. Иран не должен отвечать. За несколько часов до атаки Цахау на Иран, Москва передала Тегерану разведывательные данные. Вследствие этого, как сообщает Sky News Arabia, Иран знал о перемещении израильских военных. Впрочем, несмотря на то, что Тегеран был предупрежден Москвой, атака все равно оказалась точной и эффективной. Она была обширной, она была целенаправленной, она была точной, она была направлена против военных объектов по всему Ирану. Она была очень тщательно подготовлена и, опять же, я думаю, что она была так спланирована, чтобы быть эффективной. Неназванный представитель президентской администрации США в комментарии телеканалу CNN. Аналитики убеждены, что Тегеран стремится не эскалировать конфликт. Впрочем, напряженность в отношениях двух государств останется и в дальнейшем, поскольку вражда с Израилем у иранского правительства идеологическая, а не политическая. Чтобы знать ее еще больше, подписывайтесь на YouTube-канал Freedom. На странице найдете информационные и аналитические материалы, а также интервью и мнения экспертов. Сканируйте код на экране, переходите по ссылке и подписывайтесь. Ну а в этом выпуске мы ставим точку. Эфир Freedom продолжит Валерий Клименко. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok